В послании Федеральному собранию президент обозначил ряд мер соцподдержки населения. Они направлены на борьбу с бедностью и улучшение демографической ситуации в стране. Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области отмечают, что благополучие детей сейчас на первом месте. Безусловно, все эти меры очень важны. Я хочу отметить, что в депутатские приемные, в партийные приемные очень много обращений по данной проблематике. Поэтому на заседании комитета было поддержано единодушно. Я думаю, что и в целом Законодательное собрание проголосует единогласно за эти поправки. Анонсированы выплаты беременным женщинам. Как было подмечено, они особенно нуждаются в поддержке, в том числе финансовой. Сейчас разрабатывается порядок и детали получения пособия. Предварительно его смогут получить женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящиеся в трудной материальной ситуации. И это с периода установки, то есть там предусматривается определенный побыльный порядок, мы уже его предварительно знаем, это в течение 30 дней до момента родов. И он будет составлять размер 50% прожиточного минимума в регионе. Это в среднем 5 160 рублей. До этого была немножко другая формулировка и суммы были ниже. Также на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях, будет назначена ежемесячная выплата. Ее смогут получить как матери-одиночки, так и отцы. Статус неполной семьи действителен, если второй родитель умер, пропал в безвости или не вписан в свидетельство о рождении ребенка. Вопрос о том, будет ли влиять доход семьи на получение денег, пока уточняется. Региональные средства на этот закон не нужны. А полностью он будет финансироваться с федерального бюджета. Если на уровне региона мы увидим, что какая-то категория страдает, у нас всегда есть возможность принять региональный закон и региональными деньгами изыскать возможность поддержать и другие категории. Лидеры фракции сошлись во мнении, что на данном этапе важно сделать так, чтобы люди не запутались в получении пособий и денежных выплат. Необходимо минимизировать ожидания и сократить бюрократические процедуры. Сегодня действительно это востребовано в условиях социально-экономического падения в нашей стране. И тут поддержка населения, безусловно, необходима в любой форме. Также поправки коснутся оплаты больничного листа по уходу за ребенком до 7 лет, материнского капитала, выплаты на школьников. Депутаты единогласно проголосовали за изменения в закон.